Здравствуйте, дорогие мои! В догон к передаче об омегах, я просто обязана поговорить на тему существующей страшной страшилки, ртуть, содержащаяся в рыбе и морепродуктах, всем известна эта тема, все страшно переживают на эту тему, но я думаю, что после того, как мы поговорим, выбор будет за вами. Мы знаем прекрасно, что единственным, пожалуй, источником нашей омега-3, той самой волшебной, является только рыба и только морепродукты, то есть, ну, о маслах говорить смешно, то есть, там, конечно, льняное масло, которое содержит сколько-то, много грамм на 100 грамм масла, но мы сами понимаем, что масло мы употребляем в крайне минимальных дозах. Остальные масла, ну, смешно даже разговаривать о них, потому что они являются источником совсем наоборот омега-6. Мясо, овощи, овощи, фрукты вообще содержат микродозы, мясо чуть-чуть содержит, да. Ну, в общем, единственным богатым источником мы знаем, что является у нас только рыба и ничего больше. Но наряду с этим, как нам известно, что рыба у нас источник омега-3, наряду с этим ходит байка, ну, байка, не байка, доля правды в этом есть. Ходит страшная страшилка на тему того, что рыба содержит огромное количество ртути, и поэтому ее есть нельзя. Ну, давайте разберем эту историю. То есть, что мы знаем о ртути вообще? Мы знаем, да, что это очень токсичный металл. Содержится он у нас на планете, ну, не очень больших количествах. Считается, ртуть считается относительно редким металлом. Слово относительно, потому что, как бы, в месторождениях она практически не скапливается. То есть, всего 0,02% ртути есть в месторождениях, а все остальные 99,98% содержащейся ртути на нашей планете находятся в рассеянном состоянии. То есть, она есть везде. Она есть в воздухе, она есть в воде, она есть в земле, она есть в растениях, она есть в животных, в рыбах, везде. И даже у нас, я так думаю, ее какие-то количества существуют. Придельные нормы. Я не думаю, она содержится в человеческом организме. То есть, человеческий организм содержит около 13 миллиграмм ртути. Она обнаружена практически во всех тканях и органах человека. То есть, и тут очень важно понимать разницу в токсичности ртути. Очень важно, в какой формуле она попадает в наш организм. Ртуть в жидком виде практически нетоксична. То есть, как считается. И даже существует суточная норма потребления ртути, которая является от 1 до 5 микрограмм в сутки. И если у нас происходит недостаточность поступления, то развиваются определенные даже состояния. Физиологическая роль ртути в нашем организме еще окончательно не выяснила, как обычно. Предполагается, что она помогает каким-то веществам определенным вступать в реакции с пептидами и белками. Предполагается. Ну, в общем, ученые не знают, для чего она. Однако, существует вот даже дневная норма потребления, как я уже сказала выше. Считается, например, даже установлено, по-моему, что сулема дальше, я скажу, услышите от меня это слово еще, это дихлорит ртути. В микродозах она активирует наши ферменты, которые регулируют процесс окисления. Вот так вот интересно. Увеличивает уровень обеспечения организма кислородом и собственной энергией. С древних времен до нас дошли в источниках, что ртутью лечили даже раковые состояния. Эта самая сулема использовалась лекарями для лечения наружных опухолей. И последние вот исследования, например, о влиянии конкретно дихлорида ртути, вот этой самой сулемы, на организм человека показывают, что это соединение, попадая в организм в микродозах, стимулирует выработку иммуноглобулинов, например. Усиливает взаимодействие некоторых групп лейкоцитов, например, активирует интерлейкины и интерфероны, поддерживает содержание телемфоцитов, которые убивают, собственно, раковые клетки. И вот на фоне вот этих вот исследований ведутся сейчас работы над тем, чтобы из дихлорида создать высокоэффективные противораковые средства и иммуномодулирующие средства. Вот так вот. Причем многие исследования доказывают как вред ртути, так и пользу, потому что, например, в большинстве вот этой самой морской рыбы, которую нас пугают, да, эта ртуть находится в физиологически безопасных концентрациях и физиологически безопасных формулах. То есть также она еще есть в рисе, она еще есть в моркови, в салате латухи она есть, вот в тех самых формулах и концентрациях, которые необходимы организму. Даже, как говорят господа наши ученые, металлическая ртуть при попадании в ЖКТ в чистом виде, то есть если мы градусник съели, наименее токсичная форма ртути. Но суть в том, что ртуть, как и все элементы, которые существуют на этой планете, ртуть необходима точно так же нашему организму, как и все остальное, как и те же самые омега-3. То есть не существует таких элементов на нашей планете, которые в чистом виде, вот вред, вред, вред и нет в нашем организме этого. Вот наша ртуть у нас имеется и даже выполняет важную функцию в нашем организме. Я не буду перечислять все важные функции ртути в рамках этого видео, потому что это будет иначе опять на 2 часа. Почитайте у меня в блоге, я напишу об этом. В земле ртуть находится в количестве, по-моему, 80 мг на тонну. Считается как бы нормальным. Ну, то есть нормальным, ненормальным, но она там есть, вот так вот, где-то в средний показатель 80 мг на тонну. В водах мирового океана ртуть содержится в количествах 0,1 мкг на литр. Надо помнить, я еще раз всегда повторяю, еще раз повторю, что 1000 мкг равняется у нас 1 мг, а 1000 мг равняется 1 мг. То есть в 1 мг содержится миллион мкг. Так вот, в водах мирового океана, как я уже сказала, содержание ртути приблизительно 0,1 мкг. То есть это одна десятимиллионная грамма содержания. В воздухе там, я не помню сейчас цифру, не скажу точно. В общем, вся наша окружающая среда содержит эту ртуть. В чем история, собственно? Нам пишут, что начиная с 18, с начала 18 века содержание ртути в атмосфере и земных источниках, водах и земле повысилось в разы, по-моему, в 3 или в 4 раза. У меня вообще возникает вопрос, мягко выражаясь, кто ее мерил в 18 веке, ту самую ртуть и содержание ее в земных источниках и атмосфере в том числе. Если ее, извините, открыли, так сказать, только в 1735 году, по-моему, то есть это в середине 18 века. Но с начала 18 века у нас ее содержание повысилось. Ртуть у нас, знаете ли, использовали до 70-х годов прошлого века, как медицинские препараты для лечения сифилиса, например. Она прекрасно употреблялась, не вызывая ни у кого страшных ужасов, фигня, что там пациенты лысели и что-то там еще с ними происходило. Ну, ничего, до 70-х годов сифилис лечили ртутью. Буквально несколько лет тому назад, ну, не знаю, может, с десяток, да, отменили пломбы ртуть содержащие, так называемые, как же они назывались, с амалигамой, по-моему, что ли, вот пломбы эти, пока не изобрели пластиковые вот эти вот загадочные заперливающие пломбы, прекрасно пользовались, до сих пор используют, знаете ли, в вакцинах и прививках в виде консерванта ртуть. Ртуть, да, она действительно очень-очень токсичное и очень ядовитое вещество. По всю пору ртуть используют как фунгицид, не саму ртуть, а ее соединение, там, коломель, по-моему, как там название, там, такие мудреные сулема, мертиалят, ну, какие-то такие, в общем, мудреные названия, так вот эти вот высокотоксичные соединения ртути используют до сих пор в наше время для обеззараживания, так они называют, протравления семенного зерна, которое потом, ну, как бы не используется в питание. Вообще, почему возникла вся эта история с ртутью? В люминесцентных лампах, кстати, используются ртутью. В зубной пасте ее использовали и, по-моему, даже в небольших количествах сейчас еще используют. Это надо очень, очень ответственно всегда подходить к своему здоровью и все, чем мы пользуемся теперь на нашем свете. Нужно досконально изучать и читать, и не дай Бог, что, ну, я не сомневаюсь, кто-то напишет о содержании в своих продуктах ртути. Так вот, почему возникла вся эта история с отравлениями ртутью, именно рыбой, то есть у нас были нашумевших несколько историй, всего три, в общем-то. Ну, может было и больше, но, по крайней мере, в официальных источниках их всего три. Первое самое это было отравление, массовое отравление ртутью в Японии в 56-м году, по-моему. В городе, в городе, если мне не изменяет память, Минамата, даже в честь него, собственно, в честь первой этой эпидемии по названию города назвали болезнь Минамата, то есть отравление ртутью. Теперь она так и называется, болезнь Минамата. Так вот, в этом 56-м году было активное заражение после употребления рыбы. Случилась целая эпидемия, там я по числам честно не скажу, сколько людей пострадало, ибо не помню. Но, суть такова, что, закричат, а люди употребляли в основной своей массе как бы рыбу уловленную. Была сформирована комиссия, потому что там что-то смертность около из количества заразивших, заболевших, смертность составила что-то около 30-ти процентов, там я не помню по числам. Вот честно, не помню, сколько было народу больно, но помню, что 14, по-моему, из них умерли. Но суть была создана комиссия и признали, что все отравились рыбой, объявили срочно там тревогу, рыбу запретили есть, обвинили во всем рыбу. Но после разбирания комиссии, разборов комиссии, выяснилось, что виной эпидемии оказался химический завод компании, там, не помню как называется, ну не буду говорить, помню, но не буду говорить, химический завод компании, который, там, который с начала 1900-х годов производил удобрения и в процессе там своего производства использовал сульфат артути, по-моему. Ну вот этот химический завод этой компании успешно сбрасывал отходы производства метилртути, то бишь, который в процессе образовывался в воды залива, одноименно, вместе с городом Миномата в этот залив. И там уже первые последствия были к царковым годам обнаружены, потому что поисчезала у них вдруг рыба, потому что ртуть действует на рыбу, они перестают плодиться и размножаться. Поисчезала рыба, но таких серьезных эпидемий не было. И когда уж там произошло накопление какое-то жуткое, в 56-м году была эпидемия, 14 человек умер. Подобные истории, то есть, ну, так, какая-то та же самая повторилась один к одному история. В Канаде в основном пострадали племена индейцев, живущие там определенных, где-то в провинции Антарио, что ли, питающиеся в основном рыбой тоже, живущие за счет рыболовства. И такие же комиссии, такие же дела, выяснилось, что источником ртути в рыбе было производство хлора компании Trident, которая сбрасывала ни много, ни мало 15 килограмм ртути каждый день. То есть, там за 12, за 8 лет, по-моему, накопилось около 9 миллионов килограмм ртути в окружающей водной среде. Некоторые товарищи ученые, которые участвовали в расследовании, говорили, что чуть ли там не до 430 тысяч килограмм, но, в общем, эта цифра не афишируется. Официально была цифра 9 тысяч килограмм всего, ну, скромно так, да. 430 тысяч, потому что это страшная была бы цифра. В Ираке произошла в 1971 году история с зерном, которое было вот отфунгицировано ртутью, пришедшая якобы из Мексики, но там что-то история тоже мутная очень, возможно, и из США. И мотивирует тем, что глупые иракцы не умели читать ни хрена, чего понаписано на посевном зерне, то есть им прислали якобы посевное зерно, на котором было написано там предостережение, что в пищу употреблять нельзя, но вот эти глупые иракцы ни хрена не прочитали и использовали это в зерно. Естественно, все потравились, была шумиха, но здесь у нас виновата была не рыба. Это вот такие были крупные три истории, и вследствие чего, в конце концов, в 70-х годах запретили использование ртути в некоторых лекарствах, не во всех, потому что до сих пор ее используют в вакцинах, что любопытно. Запрет, не знаю, прошел или не прошел, но вот еще до недавних пор, по-моему, сейчас у нас еще все, все еще продаются люминесцентные лампы, не знаю, уж содержат они ртуть теперь или нет, но после вот этой вот шумихи произошли некоторые запреты на использование ртути. И только в 2002 году, по-моему, была комиссия, которая там тоже ужесточила меры по использованию ртути, потому что на данный момент считается, что основным источником загрязнения ртутью окружающей среды является человек и производство. Сжигание ископаемых источников, то бишь угля конкретно, по-моему, является 70% от общего числа загрязнения ртутью. Там еще есть какие-то по мелочам 5-10% различные виды загрязнений, но основная масса это сжигание, собственно, нашего ископаемого топлива для нужд человечества. Вот эта миноматская комиссия только там в 2009 году, по-моему, году конкретно уже запретили к 20-му даже, то есть она не ограничила производство си одним каким-то днем, то есть к 20-му году запретили импорт-экспорт ртутью содержащих продуктов, к 20-му году должно прекратиться. Не сейчас еще, на данный момент мы все еще не в полной мере имеем прелесть этой миноматской комиссии электрических батарей, потому что они были ртутью содержащие, запретили полностью к 20-му году, то есть должно быть прекращено производство люминесцентных ламп, потом люминесцентные лампы с холодным катодом, то есть их тоже запретили ртутные термометры к 20-му году и прочие. Измерительные приборы содержащие ртуть должны быть к 20-му году полностью изъяты из производства. Естественно, они запретили выбросы в окружающую среду, ртуть содержащих соединений и собственно самой ртути, которая используется в производстве, как бы запретили. До 20-го года мы должны эту проблему преодолеть. По идее. Но всегда остается оно. Эту конвенцию подписали, миноматскую конвенцию подписали чуть ли не все государства, но основная масса в общем подписала. Будем ждать. Вот такая вот история с эпидемией. Ну, возвращаемся к рыбе. Почему у нас рыба считается? То есть, я уже сказала, что воды Мирового океана содержат в ртуть приблизительно 0,1 микрограмма, то есть это одна десятимиллионная грамма на литр жидкости, так сказать, да. Истории нашумевшие понятно нам, что рыба заразилась, то есть были заражены в огромных количествах окружающей воды. Соответственно, рыба была у нас вся заразная, то есть накосила в себе изурцить. И люди, которые ее употребляли, но виновата была не рыба, виновата была не окружающая среда, а виноваты были заводы и фабрики, стоящие на этих водах. И прекрасные, добрые наши производители, которые загрязняли все это дело. Почему же все время рассказывают нам о том, что крупные рыбы океанские содержат вот эту вот злосчастную ртуть? То есть нам мотивируют тем, что эту ртуть потребляет тот самый криль, которым питается рыба. Мелкая рыба ест криль, крупная, средняя рыба ест мелкую рыбу, крупная рыба ест среднюю рыбу. И таким макаром у этой крупной рыбы, значит, происходит лютое накопление ртути. И есть нам ее нельзя. Ну почему-то вот японцы эти три клярки, так сказать. Мои любимые японцы, они вот как ели рыбу, так и едят. При этом в Японии с тех самых пор не наблюдается никогда отравление, причем они едят или сурую. Ну, правда, здесь надо сказать, что ни один способ приготовления не избавит вас от ртути, находящейся в рыбе. Но японцы вот как ели эту рыбу, так и едят, и никто почему-то до с тех пор там не отравился. При этом они самая среднестатистически долгоживущая нация на планете. То есть у них средний уровень жизни 83-87 лет. В отличие от всех остальных в России, например, 66 с копеечкой, 66,7 по-моему. Прекрасные вегетарианцы индусы живут 66,3 в среднем. Так вот, о чем это я? В США, например, около 5% женщин детородного возраста, у этих женщин отмечают опасный уровень содержания ртути в крови. Причем это, вы знаете, в районах, которые исторически даже не рыбаеческие, а носаеческие. Любопытно, да? В ЕС, например, около полутора миллионов детей в связи с негативными последствиями ртути рождается с дефектами мозга, развития этого самого органа. Причем тоже не обязательно в рыбоедящих регионах. Там статистика не совсем понятна, но основная масса не на рыбоедящих регионах. То есть мы получаем отравление в основной своей массе от окружающей среды. Да, рыба здесь такой же несчастная жертва, такая же, как и мы с вами. Но так вот, в общем, на самом деле и целом, каждая рыба теперь вот с этих самых семидесятых годов, каждая рыбина теперь исследуется на наличие ртути в ней и так далее. И, как видите, в нашей продаже наличие рыбы не уменьшилось. То есть вся рыба, проходящая и попадающая в магазины на рынке, должна в оригинале, как бы я не знаю, как это происходит в России, но вот в Евросоюзе и в США там жестоко с проверками, и там они производятся буквально каждый квартал, и произвольно там могут эти проверки приходить когда угодно на производство. в общем, мягко выражаясь, рыба, если попадает на наш прилавок, значит она уже проверенная, значит там нет содержания никакой ртути. Не знаю, еще раз повторюсь, как это происходит в России, каким образом там, потому что информацию из России добыть невозможно. То есть либо там не существует этих органов абсолютно контролирующих производства и продажу продуктов. Либо эта информация настолько секретная, что вместе с ракетными технологиями засекречивается моментально сразу в момент ее получения. По мне, вот как я знатный конспиролог тот еще, по мне это планомерная акция, то есть зачем человечеству есть рыбу, когда у нас есть фармацевтическая промышленность, которой нельзя никак объединить, которая нас кормит тем же самым рыбьим жиром за дикие деньги, из этой же, из этой же морской рыбы, которая якобы ядовитая ртутью в немыслимых количествах, из этой же рыбы делает рыбий жир. Ну, дорогие мои. Понятно, да, что зачем давать развиваться слаборазвитым всяким странам, которые живут на рыболовстве и экспортируют эту бесконечную свою рыбу. Зачем, когда можно развитым странам развивать садковое рыбоводчество, там, ну, конечно, там и в ртути нет, откуда же ей там взяться, там же все добросовестные. Я не знаю, по мне это из разряда теории заговора. Да, рыба есть, ну, вот, например, в официальных, в официальных европейских данных сельдь содержит тот самый 0,1 микрограмма, микрограмма ртути на килограмм рыбы. То есть это тот самый уровень мирового океана. Не превышает. Там какие-то еще сорта рыбы написаны были, ну, варьируются где-то, в общем, в этом же самом районе. В районе 0,1 микрограмма на килограмм рыбы. Не превышает. Я думаю, что рыба, которая бы превышала этот уровень. Да, кстати, смертельный, смертельный уровень считается отравление парами от 2,5 грамм ртути. 2,5 грамм ртути испаряющиеся, то есть могут дать смертельный эффект. 0,8 миллиграмма может вызвать у человека серьезные пищевые, там, отравления, острые отравления, как пишут. 0,8 миллиграмма. А сельдь, например, поступающая на европейские или треска. Вот треска была указана, сельдь, вот чуете, которые я читал, треска, сельдь и какая-то еще рыба, не понял, покрупнее какая-то была рыба. Имеет уровень 0,1 микрограмма на килограмм рыбы. То есть, в принципе, ничего страшного. Да, мы можем подвергнуться реальной отравлению, потому что мы не знаем, какой недобросовестный гражданин, обойдя левым способом проверки, выловил эту рыбу химического комбината, который использует ртуть в своем производстве и сбрасывает это все чудесно в речку, например. Можем, да, никто не застрахован. Знаете, на нашей планете вообще никто ни от чего не застрахован, потому что мы живем в нашей окружающей среде, в которой мы живем. То есть, по сути дела, чтобы быть здоровым, надо взорвать все заводы, уничтожить всю промышленность и вернуться в пещеры. Да, сейчас мы живем в опасном мире. Но машины, которые ездят по улицам, выдают гораздо более страшные уровни отравляющих веществ, нежели какая-то рыба, плавающая в океане. Да, возможно, возможно. Ну, если выловить тунца, которому 350 лет, то возможно, он накопит в себе какой-то смертельный уровень ртути, причем сам при этом не умирая, обратите внимание, плавая и живя. Препрекрасненько. Возможно. Но кто ж даст этому тунцу столько лет жить? Конкретно о рыбе. Что же нам пишут о рыбе? Какую рыбу пишут, нам есть нельзя? Тунец, макрель, рыбомеч и все семейство марлинов. Скумбрию. То есть, что получается? Нам пишут, что они якобы накапливают огромное количество ртути. Какое количество? Где? Покажите мне эти данные. Я обрыла все. Мне очень нравится рыба, мне очень нравится морепродукты. Я их люблю и ем постоянно, благо мы живем на океане. У нас все было много и относительно недорого. Где? Я обрыла все. Все, что можно. Покажите мне показатели содержания ртути. Нет. Пишут огромное количество ртути. Такое. Вот Евросоюзе проводили замеры. Они обнаружили в этих самых рыбинах, значит, 0,1 микрограмма на килограмм. Какие-то хоть данные есть. Ну, то есть, эти данные нисколько не противоречат окружающей среде. У меня комментариев нет. Я лично. Какие виды можно есть нам пишут. Анчугусы пишут можно есть. Они вот маленькие, очень мало живут. Их быстро съедают какие-то другие рыбы, которые есть нельзя. Поэтому их есть можно. Селюдку можно есть, кстати. А Атлантическую скульту тоже можно есть. И шубами. Устрицы. Выращенные в США на фермах есть можно. Лосось на первом месте стоит. Лосось. А мы же знаем, что по официальным данным 90% там с копеечкой, 90% лосося, имеющегося в продаже, весь искусственно выращенный. Натуральный лосось, я думаю, существует только в странах, которые его производят. Собственно, в холодных там, где у нас. И то неуверенные. По официальным данным 90% лосося искусственно выращенного. А мы знаем, откуда у нас берется омега-3. Из бланктонов, который, собственно, его и производит. Который ест рыба, та самая, средняя, мелкая и так далее. Эту мелкую рыбу ест большая рыба, таким образом накапливая омега-3. И вот эту же большую рыбу нам есть нельзя, потому что там неимоверное количество ртути. Нигде нет численных показателей. Показателей. Нигде нет. Тем не менее, марлинов, тунца и тот же самый макрель есть у нас в Японии. Но, по мне, я говорю, по мне, это какой-то промышленный заговор. То есть надо же фермерам, выращивающим рыбу в таких количествах лосося, надо же его продавать. И зачем давать жить каким-то рыбакам, которые ловят эту рыбу в океане, дармовую. Так вот, история вот такова, вкратце. С нашей ртутью лично я ела рыбу. Мы все умрем, я понимаю. Рано или поздно, как бы мы ни стремились к бессмертию, но все все равно умрем. Наша окружающая среда такова, какова у нас есть. Конечно, хотелось бы, чтобы наши производители нас не травили. Хотелось бы, потому что без производителей как-то человечество жило миллионы лет и не вымерло почему-то от эпидемии заражения ртути. Исторические места, где только рыбой питаются, жили, живут и достаточно долго живут. В Эквадоре, который стоит на океане, в котором я живу, продолжительность жизни 73 или 5 лет в среднем. чуть ли не на 10 лет больше, чем в России. Мутная тема. Я советов лично давать не могу, потому что это на совести каждого. Чем ему питаться и что ему делать. Ну, удивительно, для меня удивительно то, что основные источники и единственные источники Омега-3 у нас объявлены заразными. решать вам, что делать, что есть и что об этом думать и решать вам. Лично я, как бы это сказать, помягче, 100 процентов, даже 50 процентов доказательств на эту тему я лично не нашла. Числа показателей нигде нет. Вся рыба меряется, проверяется и так далее и тому подобное. Значит, намеренно раздувается вся вот эта шумица. Для чего? Ну, это нам не понять никогда. Поэтому, вот. Думайте сами, как пелят песенки, решайте сами, иметь или не иметь. Что нам предлагают? Нам предлагают есть список только выращенную на фермах рыбу и всю рыбу натурального происхождения океаническую, нам советуют абсолютно не есть. Вот в этих вот интернет-загадочных источниках. В этих загадочных источниках некоторых пишут, что рыба может достигать концентрации даже в 10 или даже в 100 миллионов фраз допустимую дозу. Вот мое лицо, видите? То есть в 10-100 миллионов раз это у нас получается, мы помним, что миллион микрограмм это у нас 1 грамм. То есть это получается от 0,9 грамма до 9 грамм. И эта рыба все еще жила, когда мы знаем, что даже для человека смертельная доза 2,5 грамма и ток поров. Хотя, хотя, хотя скажу, что даже перестраховщики лютые американцы, то есть в жестких как бы в своих рекомендациях запрещают рыбу есть чаще трех раз в неделю только детям в возрасте до 5 лет. Ну, как бы я не знаю, я все время говорю, это дурацкое слово я не знаю, но потому что я реально не знаю, кому, зачем и почему выгодно делать вот такие штуки. Зачем нужно распространять? Когда сами же ученые говорят, что реальные преимущества от употребления морепродуктов и рыбы в десятки раз превышают возможные риски отравления метилортути. Вот списочек небольшой рыбы по американским исследованиям, не европейские, а американские исследования содержание ртути в 100 граммовой порции количество на миллион частей. Количество частей на миллион. То есть это получается, значит, у нас в микрограммах. Мерлин не прослеживается или не поддается обнаружению. Окунь морской не поддается обнаружению. Гребешки, моллюски, креветки, устрицы не поддается обнаружению. Лосось, 001. Микрограмма. То есть это сотая часть микрограмма. Это вообще 100 миллионная грамма у нас получается. Тилапия, 001. Сардины, раки, форель, сель, 001. Камбала, 003. Скумпия, 003. Краб, 005. Тунец у нас содержит по их измерениям 0,3 микрограмма. То есть это десятая часть, десятимиллионная часть от грамм. В общем, никаких страшных цифр не существует, даже вот в официальных американских данных. Там не нашлось ни одной рыбы, которая может содержать приблизительно 0,8 миллиграмма, что является дозой для какого-то острого отравления. Это существенно в тысячи раз меньше. Рыбы содержат на 100 граммовую порцию. Разговор о ртуте как таковой, я не знаю, ну, яйца практически выеденного не стоит. Только в единственном случае можно об этом говорить, когда специально были заражены какие-то источники какими-то недобросовестными гражданами, производителями, моими любимыми. Для тех, кто не помнит, скажу, что экозапентайновая и дугозагексоэновая кислоты мы можем получать только из рыбы и морепродуктов, что никакое льняное масло, что никакие овощи, фрукты, мясо нам не может заменить этого источника. Очень необходимых нам омега-3 жирных кислот, которые я сказала. Видео об омегах смотрите вот здесь. И читайте также в блоге таблицы содержания, большую статью по омегам, поэтому мы не можем отказываться. Вот эти мнимые статьи про мнимый возможный бред отвращают людей от источников нормального омега-3 и что? За 7 сегодня я прощаюсь. Будут вопросы, задавайте в комментариях. Традиционное окончание, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Что там у нас еще говорят в конце? Жмите колокольчик, делитесь, пожалуйста, с друзьями, делайте репосты. Все. Пока-пока. Будьте здоровы и богаты. И счастливы. Субтитры сделал DimaTorzok